Рабочий Samsung Galaxy S10 Plus показали на видео. Глава Xiaomi дразнит официальными фотографиями флагмана Mi 9. Apple готовится к весеннему обновлению, а Илон Маск заговорил по-русски. Вы на канале Копипаста, меня зовут Кирилл, и это еженедельные новости из мира технологий. Поехали! Как сообщают множественные утечки, весной 2019 года компания Apple выпустит новый iPad Mini 5 с обновленным процессором. Вторую версию наушников AirPods 2 в черной расцветке с прокачанным звуком и AirPower для беспроводной зарядки. iPad Mini 5 будет обладать таким же дизайном и размером, как и предыдущие модели. Также у устройства останется разъем Lightning и 3,5-мм аудиоразъем. Планшет будет оснащен улучшенным процессором, но не последнего поколения. Apple хотят оснастить планшет чипом A10, который используется в iPhone 7. До официального анонса Samsung Galaxy S10 осталось 5 дней, и, казалось бы, мы знаем о нем уже все. Но настойчивые инсайдеры продолжают сливать интересные новости об этом смартфоне. На этот раз в сети появился видеоролик с демонстрацией Galaxy S10+. Показанный в ролике смартфон полностью идентичен тому, что мы уже неоднократно видели в разных утечках. У смартфона изогнутый по бокам дисплей с отверстием в верхнем правом углу под двойную фронтальную камеру. На экран наклеено защитное стекло или пленка с круглым отверстием, где, судя по всему, находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. На нижней грани можно рассмотреть разъем для зарядки, динамик и 3,5-мм аудиовыход, что явно порадует меломанов и приверженцев проводных наушников. А как вам дизайн 10-й галактики? Ваши мысли по этому поводу пишите в комментариях. Руководитель Xiaomi опубликовал фото и рендеры флагмана Mi 9 на своей странице вейба. Лэй Цзюнь пишет, что небесно-голубой Mi 9 будет менять цвет в зависимости от угла падения света. Смартфон подвергся лазерной голографической нанообработке с двухслойным покрытием. Правда, фотографии Mi 9 с лица нам на этот раз не показали. По слухам, он получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, аккумулятор емкостью 3500 мАч и поддержку быстрой зарядки на 27 Вт. Он также будет оснащен специальной кнопкой для вызова голосового помощника и встроенным в экран сканером отпечатка. Представят же Mi 9 20 февраля, аккурат в день презентации Samsung. Ох, февраль обещает быть очень жарким на новинке. А спустя 4 дня другой гигант LG презентует флагманский смартфон LG G8 Sync-Q. Помимо того, что телефон получит фронтальную 3D-камеру с поддержкой технологии Time of Flight и функции Face Unlock, новинка станет первым смартфоном компании с технологией Crystal Sound OLED. Суть технологии в том, чтобы использовать панель OLED в качестве звукового излучателя. Благодаря поддержке этой технологии дисплей LG G8 Sync-Q сможет не только выступать в роли разговорного динамика во время звонков, но и выполнять функцию усилителя при воспроизведении музыки, аккомпанинируя основному динамику, размещенному в привычном месте на нижней грани. Производитель заявляет для G8 двухканальный звук с насыщенным басом. Поддержка технологии Boombox Speaker и четырехканальный 32-разрядный ЦАП, которыми выгодно отличается звуковая подсистема прошлых флагманов LG, также сохранится. Меломанам LG G8 Sync-Q явно придется по душе. А вот Илон Маск, особенно популярный у нас благодаря мему «Как тебе такое, Илон Маск?», наконец-то ответил на этот вопрос. Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск на русском языке прокомментировал видео с «Жигулями». Телеканал разместил ролик, на котором транспортное средство едет задом наперед. В подписи автомобиль назвали самоходным инфарктом, который ездит по улицам города. Разместивший ролик телеканал добавил подпись на английском языке «Как тебе такое, Илон Маск?». «Ха-ха, офигенно!», – написал Маск в комментарии со своего верифицированного аккаунта. Понравился ролик? Поддержите его лайком, подпиской и комментарием. Вам не сложно, а нам очень приятно. Ну а вы были на канале Копипаста, материал подготовил Николай Подгурский, озвучил Кирилл Баранец. До скорого!